Автор телеграм-канала Коля Хадашот, журналист Михаил Гуревич выходит с Грэмом на прямую связь. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Последние события, которые хотим с вами обсудить. В Ливане в течение получаса взорвались сотни пейджеров. Уже сообщается, что более трех тысяч пострадали, есть и погибшие. Предполагается, что речь идет о взломе израильскими спецслужбами пейджеров-членов Хизбаллы. Что скажете об этом? Причастен ли Израиль к этому, на ваш взгляд? Мы можем говорить о причастности Израиля только со слов Хизбаллы, Хамаса, исламского джихада, которые уже успели обвинить Ирана. Я не помню, было ли официальное заявление Ирана, но, безусловно, мы его дождемся или в ближайшие минуты оно будет. Они обвиняют Израиль, причем каждый со своей стороны. То есть Хизбалла обвиняет Израиль и США, Хамас, он как бы обвиняет Израиль и даже называет это военным преступлением. Но мы все прекрасно понимаем, что это мечта Хамаса, чтобы Хизбалла вступила в полноценное боевое соприкосновение с Израилем, для того, чтобы немножко снизить давление на самих себя. Поэтому это такое обвинение и выражение чувства солидарности, но с потиранием ладошек, скажем так, за кадром или у тех людей, которые писали этот пресс-релиз. В любом случае, Израиль на себя не берет никакой ответственности. Более того, у нас есть такое понятие, высокопоставленный источник в правительстве. Обычно это премьер-министр Нитняу, который делает какие-то заявления, которые не хочет подписывать собственным именем. Так вот, высокопоставленный чиновник или участник в правительстве отказался комментировать данное событие. То есть даже неофициально никаких комментариев нет. Более того, Совбез Израиля приказал министрам отказаться от комментариев и интервью по этой теме. Есть один советник, который как-то намекнул причастность Израиля, но уже из Кантелярии заявили, что он никакой не советник. Вот, поэтому как бы Израиль всячески сторонится этой истории и на то есть веские основания. Но давайте сначала о том, что произошло. Судя по всему, вот на данный момент то, что у нас есть, это бипперы или пейджеры, некой новой партии, которые были в последнее время доставлены к Хизбалле. Они последние месяцы активно переходили со смартфонов на какие-то рации, свои, скажем так, автономные устройства связи, в связи с тем, что разного рода хакеры, опять же неустановленные стороны, взламывали их телефоны, принудительно включали геолокацию и таким образом они становились уязвимыми для ударов того, что мы называем БВС Электренштейна. И поэтому они начали переходить на вот эти вот автономные рации и пейджеры. Судя по всему, тут есть два варианта. С одной стороны, возможно, кто-то взломал эти пейджеры и, соответственно, батарейка вот так вот нагрелась и как бы взорвалась. Но по тому ущербу, который мы наблюдаем, скорее, более правдивой выглядит версия, что они были заминированы, условно говоря, там от 10 до 20 грамм тротила вполне хватило бы для того типа ран, которые они получили. Учитывая, что это одна партия и говорится, что это вот одна поставка, во всяком случае, так говорят иранское информационное агентство, можно предположить, что по ходу поставки где-то некая третья сила овладела этим грузом и подменила или, соответственно, начинила эти пейджеры взрывчаткой. Тогда мы понимаем логически, почему это произошло именно сейчас и, возможно, никак не связано с другими событиями, потому что очень трудно полагаться на то, что в течение определенного времени кто-то из Хизбаллы не вскроет телефон, не увидит или каким-то образом там не сдетонирует эта взрывчатка по каким-то другим причинам. И, соответственно, долго ждать с такой вот операцией было невозможно. Хотя, при всем при этом, в Израиле вообще сейчас происходит много событий, которые как бы намекают, что это все не просто так. Не далее, как в ночь, соответственно, на вторник, да, в ночь на вторник, узкий военно-политический кабинет Израиля принял решение о включении в официальные цели войны третьего пункта. До этого у нас было два пункта. Это победа над Хамасом и освобождение заложников. Теперь третий пункт. Обеспечение безопасного возвращения израильтян, жителей северных районов страны в свои дома. Что, по сути, означает война с Хизбаллой. Потому что препятствует безопасному возвращению людей именно группировка, швейцкая группировка Хизбалла. И, соответственно, с минувшей ночью мы как бы говорим о том, что победа не будет победой без того, что Хизбалла или не будет отодвинута, или каким-то образом не будет, не знаю, дипломатическим или военным способом не будет обеспечена безопасность наших северных районов. Значит, в принципе, логично было бы предположить, что вот такое действие должно сопровождаться и активными действиями с нашей стороны. То есть, по сути же, Хизбалла лишилась сейчас какой-либо связанности. То есть, в том смысле, что у них мало устройств для общения с друг с другом, и группировка не может полноценно проводить боевые действия. Но вот пока ничего не происходит. Более того, израильская газета «Арес» сообщает, что, наоборот, Хизбалла планирует или планировал, или планирует сейчас прямо пойти в атаку, что тоже будет сложно, потому что получилось, каким образом детонатор сработал, видимо, от определенного сообщения. Там поступило 7 сообщений. Те, кто вытащили печи, чтобы прочесть, получили ранение в руки и в лицо, те, кто не вытащили, но получили ранение в паховую часть. То есть, скажем так, в кармане это все находилось, джинсы. Но у кого это было в нагрудном кармане, видимо, те самые люди находятся там, уже чуть ли не 500 человек в критическом состоянии. В общем, это говорит о примерных размерах бедствия. Всего там 3000 раненых. Мы не знаем, какой степени тяжести. А в любом случае, в ближайшие дни это действительно такое окно возможности, потому что даже если они прибегнут к какому-то другому способу связи, понятно, что многие высокопоставленные боевики получили ранения, они не находятся в, скажем так, в боевом состоянии, способном противостоять армии обороны Израиля. Но посмотрим, то есть, как бы связано это или не связано, а может не связано. Хизбалла, кстати, тут тоже надо интересно сказать, что Хизбалла пытается одновременно как-то и обвинить Израиль, и принизить участие нашей страны в этой операции, ну, так сказать, их обвинение, наше участие в этой операции. Потому что, как бы, ну, не могут же евреи быть самыми умными, мы же, как бы, с ними сражаемся, и поэтому они враги, которые ничего не умеют делать, ленивые, зажрались и так далее. Поэтому говорится, что все это было сделано под руководством американцев. И более того, приводится в пример некие сообщения о том, что якобы в американском университете в Бейруте и в какой-то больнице в последние дни американцы отказывались от использования этих пейджеров для общения с местным локальным персоналом. Вот. Ну, опять же, знаете, сейчас будет очень много подобного рода сообщений, как кто-то видел, кто-то чувствовал, кто-то имел в виду, но почему-то не сообщил ранее и ничего не сказал. В целом вот такая обстановка. У нас уже шутят о том, что, значит, до этого, когда вот разбился иранский президент, все шутили, что этим занимался агент МОСАДа «Эликоптер». Да, ну, «Эликоптер» — это, видите, так мы говорим, вертолет. Сейчас мы говорим, что этим ответственный за операцию агент МОСАДа Макшир Кешер. В переводе с «Эликоптер» — это средство связи, вот дословно. Средство связи Макшир Кешер. Но Владимир Соловьев, видимо, верит израильским СМИ и в своем телеграм-канале он так и сказал, что по данным израильских СМИ за всем этим стоит агент МОСАДа Макшир Кешер, который все это организовал. С этой точки зрения, безусловно, вот за этот теракт, который привел к тому, что в очередной раз пропагандист повелся на шутку, мы, безусловно, несем всю полноту ответственности. Ни за что другое мы не берем на себя ответственности. Трудно себе представить, что Хизбалла сейчас, обвиняя Израиль в этом, не почувствует себя, скажем так, вынужденной ответить. Какие могут быть последствия от этих взрывов, на ваш взгляд? Смотрите, Хизбалла — это серьезная группировка. Это 150 тысяч ракет. Разные оценки, от 150 до 200 тысяч. Очень серьезные. Мы понимаем, что если будут полноценные боевые действия, то сколько бы у нас не работал железный купол, хэтс, это стрела, так называемая, стрела-3 для перехвата баллистики или проща Давида, безусловно, это будет несколько дней напряженной войны, в рамках которого, наверное, большей части жителей страны придется укрываться в бубоубежищах, если такая война будет. Я понимаю, что не сладко придется и жителям Ливана. Очень не сладко и тоже как бы прямо сочувствую людям, которые не выбирали Хизбаллу, но вынуждены жить под ее правлением и ориентироваться на их решения, но им будет тоже, в общем, не сладко. Но в любом случае, конечно, Израиль в данном противостоянии сильнее, потому что будут уничтожены все пусковые установки, будут уничтожены их склады, и это происходит уже и сейчас происходит. Мы постоянно имеем сообщения о том, что тут-то там какие-то установки и так далее. Не далее, как вот неделю назад была информация о какой-то тоже достаточно героической операции, за которую Израиль не взял ответственность, но судя по сообщениям иностранных СМИ, некие десантники проникли на центр по строительству ракет по иранским технологиям, которые находятся на сирийском побережье Средиземного моря, и украли всю документы оттуда и взорвали, собственно говоря, этот завод. Говорят еще, что кого-то взяли в плен из иранских специалистов, но я видел это в двух, наверное, из трех источников, поэтому не берусь подтверждать правдивость этих сообщений. То есть постоянная работа идет, и если будет полноценное противостояние, то это будет очень сложно. Проблема вообще с войной в Ливане, главное заключается в том, что не очень понятен какой выход. От того, что мы отодвинем, например, Хизбалу там на 10-15 километров от границы, это позволит обезопасить жителей Севера от прямого минометного огня, от огня РПГ, минометов и так далее. Но от ракет, конечно, не обезопасит, а ракет у Хизбаллы очень много, и это большая проблема. Поэтому я надеюсь, что военное руководство, военно-политическое руководство страны, все-таки военные предлагают варианты, а политики их утверждают, что прежде чем дать подобный приказ, они все взвесят и будут понимать, о чем идет речь. Но может дойти до этого? Может, безусловно. Другое дело, что я думаю, что, ну, как бы мы всегда думаем, что все обойдется меньше кровью, будет какая-то активизация, будет попытки запуска ракет. Мне кажется, Хизбалле, вот в нынешней ситуации, тут надо не забывать, что до сих пор Хасан Насрала не назначил никого на пост Шукра, вот этого второго номера Хизбаллы, который был ликвидирован в Бейруте ударом авиаракеты. Израиль как раз взял в этом случае на себя ответственность. Он командовал, собственно говоря, войсками. И сейчас получается, что Насрала сам командует войсками, насколько он качественный, какой он пропагандист и такой духовный лидер шиитов, тут все знают, насколько он правильный военачальник, умеющий планировать большие войсковые операции. Но, видимо, если он никого не назначит, то рано или поздно нам предстоит это увидеть. В любом случае, есть сомнения. Опять же, после вот такого события, неважно, кто это сделал. Американцы, Лихтенштейн, Люксембург, знаете, мы так всегда любим использовать такие эвфемизмы, это, безусловно, сказалось уже, во-первых, на боевом духе Хизбаллы, а во-вторых, вообще на доверии к самым разным предметам, без которых невозможно сегодня вести полноценную войну. Ну, то есть, условно говоря, от рации до компьютеров, до каких-то планшетов, а кто возьмется гарантировать, что какие-нибудь ракетные установки еще не взорваны, не перепрограммированы так, чтобы они взрывались прямо в момент запуска. Кто его знает, что происходит? Мы же видим, что, в принципе, мы живем в такое потрясающее высокотехнологичное время, когда мы даже сами не представляем всех тех возможностей, которые технологии в себе таят. И я думаю, что боевики Хизбаллы будут опасаться. Это не очень хорошо влияет на боевой дух. Поэтому давайте посмотрим, и посмотрим, кто. Тут важно понять, что до того, как закончится война в Газе, пока там не закончатся боевые действия, Хизбалла сегодня тоже обстреливал наши северные районы. То есть, таким образом, казус Бели пройден в момент первого удара со стороны Хизбаллы 8 октября. И, соответственно, нет никакого перемирия, и расширение боевых действий не является их началом. И если Израиль решит военное руководство, опять же, знаете, в данном случае мы все наблюдаем, я просто наблюдаю чуть-чуть ближе, чем вы. Но если решат, что нужно идти, то сейчас это как бы в рамках агрессии Хизбаллы. Это не является и не будет являться, так сказать, действием Израиля. Но американцы, и здесь, конечно, нельзя их не отметить, они, конечно, меньше всего заинтересованы в полноценных боевых действиях именно до 5 ноября, до выборов. Ну, то есть, как бы и так, в общем-то, две войны происходят, там, в Украине, в Газе, и Байден всячески надеялся, что к выборам он придет как миротворец хотя бы в одном из конфликтов, а расширение боевых действий явно не входит в его планы. И, более того, не входило, наверное, и в планы израильтян, несмотря на все заявления. Все-таки напомню, что в следующий вторник Нетаньяу уезжает в США на 49-ю Генассамблею ООН, где он должен, во вторник он уезжает, а выступать он будет только в пятницу. Это значит, что до пятницы у него там будет серия встреч с разного рода международными лидерами и, конечно, представителями американской администрации. Я не думаю, что он готовился лететь на так, на столь продолжительное время в условиях, когда мы стартуем новую боевую операцию. Так что тут, вы знаете, все не так однозначно, как говорится, но очень интересно. Вот вы упомянули некую третью силу, которая могла быть причастной как раз к начинке взрывчаткой в момент передачи этой поставки. Кого можно иметь в виду, на ваш взгляд? Вы знаете, спецслужбы, здесь есть разные спецслужбы. Вы знаете, это же такая интересная штука. Когда люди что-то делают по просьбе каких-то спецслужб, они не всегда точно знают, для кого они это делают и кому предназначены вот эти изменения, которые они вносят в средства связи. Вполне возможно, они имели в виду кого-то совсем другого или этот заказ был сделан заранее, например, начинен, а потом был просто подменен там, не знаю, какие-то там контейнеры и так далее. Тут можно только думать и предполагать. Путь от Дальнего Востока на Ближний, он весьма тернист. И по пути, в общем, бывают разные события, которые происходят. Если говорить, кстати, про Израиль, многие вспоминают, есть у нас опыт уничтожения одного из лидеров Хамаса, так называемый Ихья-Аяж, человека, который отвечал за многочисленные теракты в 90-е годы. Через мобильный телефон там взрывчатка, если я не ошибаюсь, да? Да, 11 грамм тротила, ну, взрывчатого вещества, я небольшой специалист, тротил, тротил, в телефон, и он разговаривал с своим отцом, и в этот момент как бы произошел взрыв. 11 грамм, но человек как бы держал телефон на ухо. Вот, соответственно, здесь не ухо, говорят, что чуть больше. Но, опять же, может быть, и 11 грамм, в общем-то, большинство-то все-таки ранены. Вы понимаете, как бы почувствовать, что ваш какой-то гаджет на 11 грамм тяжелее, чем должен быть, ну, это практически невозможно. Вот. В любом случае, разные разведки, ну, то есть, например, Израиль, Моссад, если говорить про Моссад, он славится тем, что он действительно больше всего вербует евреев. ЦРУ, Америка более разносторонняя, если это происходило, то есть, производство на Дальнем Востоке, то, я думаю, там были какие-нибудь агенты ЦРУ, вполне могли быть. Здесь есть много разведок, которым это может быть по той или иной причине выгодно. Надо не забывать, что Хизбалла, помимо всего прочего, активно воюет на стороне режима Ассада в Сирии. И там возникают самые невероятные интересанты, которых мы, кажется, и не можем предположить. При том, что, опять же, я не говорю, что они все это организовали, но по пути помочь где-то в каком-то моменте они вполне могли, и почему бы нам не пофантазировать, а кто бы еще это мог быть. В любом случае, пока никто не взял на себя ответственность. Интересно, что в целом-то, когда что-то происходит в Ливане, Израиль берет на себя ответственность. Вот про Иран там не берет, а вот про Ливан берет, тем более, что это, в общем-то, была такая поразительная, целенаправленная операция именно против активистов Хизбалла, и просто никто другой не получал эти пейджеры. Поэтому можно, конечно, говорить там мирные... Это как сейчас было сообщение из офиса Генсека ООН, который выразил озабоченность, и он выступил с осуждением убийства гражданских лиц. Окей, гражданских лиц, но поставка была террористической группировки Хизбалла, и если террористы из Хизбаллы передавали непонятно зачем устройство внутренней, внутри партийной, или, как сказать, внутри бандитской, я не знаю, как это назвать, связи третьей стороне, своим родственникам, непонятно, зачем бы им это было сделать. Это же не просто пейджер, чтобы там с ними играться, это именно приказы от командиров, какие-то действия и так далее. То есть это была удивительно целенаправленная операция против, собственно говоря, боевиков одной группировки. Ну, если ООН найдет и в списке боевиков гражданских лиц, ну, что я могу сказать? Ну да, найдет. В завершении хочу вас спросить о теме, совершенно несопоставимой по масштабу с тем, что мы с вами сейчас обсуждали. История с Невзлиным и расследование ФБК. Израиль там тоже фигурирует, учитывая, что Невзлин, судя по всему, там находится и является гражданином Израиля. Как-то отзывается эта история в Израиле сейчас или на это не обращают внимания? Ну, обсуждается в русскоязычных, безусловно, кругах. Благо, я понимаю, тут и пострадавший, и того, кого обвиняют, оба евреи, и Леонид Волков, и Леонид Невзлин, и Ходорковский, которые, как бы, тоже не совсем чушь нашему народу, скажем так. Поэтому русскоязычные евреи, конечно, обсуждают. Что касается евритской среды, то надо отметить, что Невзлин же владеет значимым пакетом в газете «Арец», такая весьма популярная, левонастроенная, скажем так, газета. В ней вышла большая статья с подробным материалом о расследовании, как бы, что, кто, кто, кого, в чем обвиняет. То есть в этом отношении владелец никак не влияет на редакционную политику. Но сказать, что израильские СМИ как-то этим заинтересовались, прямо, что это предмет обсуждений в телеэфире. Нет, даже на русскоязычном телевидении, израильском, на котором я постоянно комментирую. Вот я был и вчера, и позавчера. Как-то нам было не до этого. Так много событий, которые у нас происходят, что не до этого. Но сами люди между собой, безусловно, обсуждают. Это, знаете, называется... Это грустная очень история, потому что в итоге же обвиняют в том, что увечить человеку причинили, и напали на женщину, и там разрушили вот эту инсталляцию в Амстердаме. Но при этом, при всем, как так все это подано, что уже трудно отказаться от ощущения, что вот еще один скандал, и все обсуждают скандал. Это грустно, но так это подано. Что же делать? Ну что ж, благодарим вас, что нашли время с нами поговорить сегодня. Спасибо. Всего вам доброго. До следующего раза. Спасибо. Михаил Гуревич был на прямой связи с Грэмом.